Минсельхоз Край опубликовал данные по заготовке кормов. Цифры разнятся с оценкой агрария. Президент России поручил проверить Генпрокуратуре предприятие Уралкалий. В компании прокомментировали ситуацию. Министр спорта края временно отстранен от должности. В Ленинском суде избрали меру пресечения Павлу Ляху. Далее подробнее это новости Прикаме. В студии Рустам Багизов. Здравствуйте. Агропредприятия Прикаме сумели заготовить 82,5% от необходимого объема кормов. Данные сегодня опубликовал Краевой Минсельхоз. Всего в этом году было заготовлено 335 тысяч тонн кормовых единиц. Из расчета плавного поголовья скота более чем в 150 тысяч. На каждую единицу приходится более 22 центнеров кормов. При этом ранее глава Агросоюза Прикаме сообщал о том, что недобор зерна по региону составляет порядка 50%. Скоту не хватает кормов. Если аграрий не получит поддержки, то, по мнению специалистов отрасли, может произойти резкое снижение поголовья скота. Вынужденный убой может спровоцировать рост цен на молочную продукцию. Президент России поручил Генпрокуратуре проверить предприятие Уралкалей повод соблюдения кампании законодательства в области вопросов планирования и осуществления закладочных работ в шахтах. Эта информация была опубликована сегодня на сайте Кремля. Также правительство России получило поручение о проверке программы по переселению жителей из аварийного жилья в Березняках. С 2014 по 2015 годы на эти цели были выделены деньги из федерального бюджета. Доклад с итогами проверки Уралкаля должен быть предоставлен до 1 декабря этого года. В компании телеканала РБК Перм пояснили, что свои обязательства по финансированию переселения жителей Уралкалей выполнил в полном объеме. По закладке выбранного шахтного пространства компания работает в соответствии с техпроектами и планами развития горных работ с учетом требований безопасности. В первую очередь закладка осуществляется под объемами наземной инфраструктуры в соответствии с рекомендациями ученых. Рубль пока не может преодолеть минимумы к доллару, достигнутые в понедельник, даже несмотря на рост нефтяных котировок. Эксперты ждут выход статистики по рынку труда в США за сентябрь. Ужесточение политики ФРС может повысить давление на российский рубль. Пока национальная валюта укрепилась на 6 копеек, курс доллара на завтра 62,39. Евро также уступил рублю уже 22 копейки. Курс ЦБ на пятницу 69,85. Постановлением Ленинского районного суда Павел Лях временно отстранен от исполнения обязанности министра спорта. Чуть ранее ему избрали меру пресечения. При этом до заседания обвинения подозреваемому предъявлено не было. Как пояснен следователь ФСБ, защита министра отказалась в коридоре суда принять постановление о предъявлении обвинения. В обосновании помещения Павла Ляха под домашний арест на время расследования уголовного дела следствие предоставило доказательства попытки министра покинуть город 5 октября. Билет до Москвы. Кроме того, по мнению ФСБ, министр может использовать свое служебное положение и связи в госструктурах, чтобы оказать давление на свидетелей. По словам Павла Ляха, скрываться от следствия он не собирался. Билет был с обратом в тот же день. Служебная командировка ранее была согласована с правительством края. Министр просил отпустить его на время следствия под залог в 1 миллион рублей. На основании изложенного руководства статьи 107 уголовного процессуального кодекса суд постановил избрать Ляху Павлу Александровичу меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца, то есть до 3 декабря 2016 года. Министру разрешено выходить на прогулку на 1 час в дневное время. Общаться министр может только с женой и детьми. Павла Ляха задержали 4 октября и поместили под стражу по подозрению в причастности к хищению средств при реконструкции стадиона «Динамо». Ранее по этому делу суд арестовал его бывшего заместителя Руслана Садченко. Как считают следователи, в ходе реконструкции было похищено более 29 миллионов рублей. Компания «Сатурнер» пока не стала официальным дилером «Датсон» в Прикаме. Сегодня представитель холдинга заявил о том, что переговоры об официальном представлении марки в Пермском крае еще не завершены. Словом директора по маркетингу и развитию автохолдинга «Сатурнер» Михаила Кормильцева, рассмотрение заявки от пермской компании может занять от нескольких дней до нескольких месяцев. Ранее владелец холдинга Александр Репин подтвердил информацию о покупке дилерства японской марки в регионе и рассказал о перспективах развития бренда на территории края. Помимо этого, на сайте «Сатурнер» была опубликована новость о получении статуса официального дилера в Перми. К этому часу все. Новости доступны на нашем сайте. Оставайтесь на РБК и хорошего вечера. Рекурс «Безопасный пластик». Сегодня в 19.35. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...